Всем привет! Сегодня хочу предложить вам рецепт домашнего сыра, а точнее даже два варианта его приготовления. Один с вялеными томатами, а второй с грецким орехом. Но это еще не все. Параллельно вышло видео на втором моем канале с традиционными рецептами, где я приготовила простой, но очень вкусный десерт. Ссылка будет в конце данного ролика. Ну а для начала покажу, как я готовлю вкуснейший домашний сыр. Для первого варианта такого сыра, впрочем, как и для второго, в кастрюлю с толстым дном вылила молоко. У меня 3,2% жирности. Самое жирное, что нашла в магазине. Высыпала следом столовую ложку соли, немного перемешала деревянной лопаткой и отправила на плиту на максимальный огонь. Мне нужно довести его до кипения. У меня здесь пакет 900 граммов. Конечно, это может быть и 1 литр молока. Сама же, не уходя далеко от плиты, чтобы молочко не убежало, занялась следующим процессом. К 3 яйцам добавила 200 граммов сметаны. Это 21% сметана. Как понимаете, чем жирнее будет молоко и сметана, тем вкуснее получится сыр на выходе. Венчиком перемешала эти ингредиенты до однородной консистенции. И пока молоко еще не закипело, я подготовила добавку к своему сыру. Здесь у меня около 110 граммов вяленых помидоров. Нарезала довольно мелкими кусочками. Добавок к сыру может быть великое множество. Это оливки черные, зеленые, разнообразные, сушеные приправы, острый перчик, вкусно получается с черным кунжутом. В общем, вариантов море. А тем временем как раз закипает молоко. Тоненькой струйкой, постоянно помешивая молоко, ввела яично-сметанную смесь. Огонь сразу убавила до среднего. Постоянно помешивая, можно практически сразу увидеть, как смесь превращается в хлопья. Сначала они совсем мелкие, но на глазах увеличиваются и идет процесс отделения сыворотки. На все про все уходит около 4-5 минут. Когда явно видно, что сыворотка отделилась, я сразу же в эту смесь забросила вяленые измельченные томаты и столовую ложку сушеного базилика. Вместо этой травы можно использовать орегано или, к примеру, смесь итальянских трав. Все еще раз основательно перемешала и сняла кастрюлю с плиты, выключив огонь. Я уже подготовила глубокую удобную посуду, в нее поместила дуршлаг, а сверху на него положила чистую марлю, которую сложила в два слоя. Еще горячую смесь вылила на марлю и посмотрите, сколько сыра получается. По итогу я обязательно его взвешу, чтобы посмотреть выход головки этого сыра. Марлю собрала и дала стечь какому-то количеству сыворотки сразу. Формировать сыр я буду вот в такой специальной форме. Это, конечно, очень удобно, но такую форму иметь не обязательно. Позже я приготовлю второй вариант без этой формы. Покажу, как я это делаю. Получится, ну, ничуть не хуже. Сыр вместе с марлей поместила в свою форму и очень аккуратненько, потому что сыр еще горячий. Сложила марлю, немножко придавила. Сверху просто необходим пресс. Я поставила на сыр вторую форму, а в нее банку с водой. Посмотрите, сколько сыворотки еще отошло и будет отходить. Чем тяжелее пресс, тем плотнее по итогу получится сыр. Я ему дам остыть, а затем поставлю в холодильник на 2-3 часа. После этого сыр можно будет доставать, резать и пробовать. А пока я приготовлю второй вариант сыра. Он будет отличаться, потому что в качестве начинки у меня грецкий орех. Точно так же в кастрюле с толстым дном вылила то же количество молока, добавила соль и поставила молоко на плиту для закипания. Сама яйца смешала со сметаной и взболтала венчиком до однородности. В этот раз грецкий орех измельчила, но не слишком мелко. Он обязательно должен чувствоваться и просматриваться в сыре. Молоко закипело, потихоньку влила яичную смесь со сметаной, убавив огонь до среднего и, помешивая, так же как в первом варианте рецепта, дождалась отделения сыворотки. Приблизительно через 3-4 минуты высыпала грецкие орехи. Перемешала еще раз и сняла сыр с огня. На подготовленную марлю с дуршлагом выложила сыр и дала немножко стечь в сыворотке. Как я говорила ранее, для этого варианта сыра я взяла вот такое маленькое пластмассовое ведерко. Я думаю, такая посуда есть у всех под рукой после покупки каких-то солений или другой продукции. С помощью обычного шурупа, а можно спицу накалить над комфоркой, сделала много маленьких отверстий по всему дну и даже немножко по бокам. Если в каком-то месте ведерко треснет, не стоит расстраиваться, это не страшно, так как сыр в него мы поместим вместе с марлей. Вот так выложила в эту посуду сыр, аккуратно сложила марлю и поставила сверху подобное ведро с водой. Помните, чем тяжелее пресс, тем плотнее впоследствии сыр. А еще как вариант сверху положить какую-то гирю или блин от гантели. Сыру нужно дать полностью остыть, а затем убрать в холодильник на 2-3 часа. Ну, естественно, уже без гири. Ну что, у меня прошло около 3 часов, достала оба сыра из холодильника. Нам осталось освободить их от формы и от марли. Головки без труда извлекаются и при этом не разваливаются. Можно также при использовании такой формы вообще убрать марлю и сразу выложить массу форму. Но я все же решила перестраховаться и выдержать сыр и в марле и в форме одновременно. Посмотрите, как хорошо сыр держит форму. Он достаточно плотный, смотрится как по мне аппетитно и привлекательно. Вес головки сыра с вялеными томатами 380 граммов по итогу получился. Вес сыра с грецкими орехами 430 граммов. Калорийность и 1 и 2 сыра я обязательно укажу под видео в описании. Ну и хочу напомнить, что на другом моем канале с традиционными рецептами уже вышло видео рецепта вкуснейшего домашнего десерта. Ссылку вы увидите сейчас справа на экране, а также она есть в описании под этим видео. Режется сыр, как вы можете видеть, достаточно хорошо, очень легко. Он держит форму и не разваливается. Кусочки цельные, структура плотная и упругая. Такой ароматный сыр получился и, вы знаете, очень-очень вкусный. Каждый по-своему. Сыр с вялеными томатами имеет приятный яркий вкус за счет базилика и, конечно, самих помидоров. Ну а сыр с грецкими орехами это что-то сногсшибательное. Вкус неповторимый. Главное взять вкусные грецкие орехи. Я вам очень рекомендую приготовить и попробовать оба варианта такого сыра. Буду очень рада, если вам понравилось это видео и такие рецепты. Пишите в комментариях и ставьте лайки. Буду вам благодарна. Традиционно хочу пожелать вам стройной фигуры и приятного аппетита. Не прощаюсь с вами. Увидимся на втором моем канале. Продолжение следует...